Друзья, всем привет! С вами на связи Аня, это канал Annie Problems, и у нас опять переезд. Господи, сколько их уже было в этом году! Насколько вы знаете, мы живем в Турции, город Аланьи, и у нас здесь своя квартира в собственности. И я обещала вам снять обзор на эту квартиру, но мы в нее на данный момент не можем попасть. Сейчас объясню почему. Наша квартира планировкой 1 плюс 1 находится вот в этом доме, который вы сейчас видите. То есть это квартира с одной изолированной спальней и одной гостиной. Нам наша квартира очень нравится, и мы в ней жили, в принципе, с Юрой вдвоем. Все было супер, квартира большая, просторная, с хорошим видом на море. В общем, прям идеальная, хорошая локация, ремонт нас устраивал, все супер. Но потом я забеременела, родила, у нас появился ребенок. И дело даже на самом-то деле не в ребенке, дело в том, что с нами живет наша няня. Ну не наша, а нашего ребенка. И так как спальня изолированная всего одна, это, честно говоря, не очень комфортно. То есть как бы три взрослых человека, которые друг к другу даже не родственники. И, конечно, все хотят какого-то личного пространства. Когда ребенок засыпает, все хотят разойтись в свои отдельные комнаты. Но в квартире 1 плюс 1 с одной спальней сделать это невозможно. Мы испытывали некоторый дискомфорт. И наши родители, за что им, конечно же, спасибо огромное, родители Юры, предоставили нам квартиру с двумя спальнями для того, чтобы мы могли временно в этой квартире жить, пока квартира вот эта с двумя спальнями продается. Но квартира эта продалась. То есть она нашла своего счастливого обладателя. Пришли люди, посмотрели, им все понравилось. И они туришь квартиру решили купить. И нам, соответственно, нужно возвращаться в нашу квартиру. Планировка 1 плюс 1 с одной спальней. Но дело в том, что мы заселили туда наших друзей, которые приехали на два месяца в Турцию. И они уезжают только через 10 дней. И получается, что нам нужно с квартиры съехать, в которой мы жили, потому что люди ее купили и хотят тоже заехать прям вот сегодня-завтра, послезавтра. В нашу квартиру мы не можем вернуться, потому что там живут наши друзья. И, соответственно, мы вот такие вот бомжи остались. И что нам пришлось сделать? Вот мы сняли квартиру в нашем же комплексе, в нашем же блоке, просто двумя этажами ниже. И вот в этой квартире мы будем обитать в ближайшие две недели. Конечно, это невероятный напряг на самом-то деле, потому что нужно сделать два переезда за следующие две недели. Плюс мы завтра с Юрой уезжаем в Стамбул. То есть вот как бы вчера буквально была продана квартира, а завтра мы должны с Юрой уже улетать в Стамбул по делам ранним утром. И то есть у нас единственные сутки для того, чтобы перевести весь наш нажитый хлам в эту квартиру, создать условия для ребенка, чтобы он здесь находился с няней. И завтра нам нужно уже улетать. И когда мы вернемся из Стамбула, нам нужно будет опять переезжать, но уже в нашу квартиру. Короче, ребят, я так задолбалась. Мы просто постоянно куда-то переезжаем, как цыгане. Но на самом деле квартира, в которой мы сейчас живем, она прикольная. Она тоже выставлена на продажу. Цену я не помню. Это что-то больше 150 тысяч евро, если я не ошибаюсь. Если будет кому-то интересно, напишите Юре, спросите, сколько стоит эта квартира. Ну, она прям прикольная, потому что она двухэтажная. Это дуплекс. И я вам ее решила показать, раз уж мы сюда заселились на две недели. Давайте покажу вам, потому что прикольная квартира. Так, ну, здесь все в стадии переезда, поэтому I'm so sorry. Смотрите, квартира, это на первом этаже. Это называется дуплекс гарден, потому что есть выход к своему гардену. Ну, вы увидите, что там гардена, конечно, никакого нет, но тем не менее. Здесь сразу вот лестница на второй этаж, где у нас спальня. А на первом этаже это кухня, совмещенная со столовой и с гостиной зоной. Салон, как бы это называется, в Турции. Слева у нас санузел. Давайте его посмотрим. Стандартная отделка вот такая от застройщика. У нас точно такой же санузел в нашей квартире, которая в другом блоке находится. Туалет, душевая кабина, ванны. В Турции ставят крайне редко. Это вообще роскошь, которая есть мало где, и здесь тоже ее нет. Вот, соответственно, вот такая кухня. Вот знаете, мне что нравится, что очень просторная. Сейчас непонятно, потому что, ну, вы видите, какой здесь срач. Мы просто приносим вещи, их раскладываем. Но если все это убрать, конечно, очень просторная квартира, очень большая гостиная с диванчиком, с телевизором с большим, с плазменным. Давайте я вам вид из окна покажу сразу, хотя вы частично его уже видели. Вид из окна просто на инфраструктуру, на парковку нашего комплекса. И очень-очень большая здесь вот такая терраса. То есть ее можно облагородить, поставить здесь какие-то стольчики, столик. И вот так сидеть с кайфом, с видом на бассейн. Слушать, как проезжают мотоциклисты на своих драндулетах в Турции. Привыкайте. Беседка, пальмы, в общем, все супер. Парковочка нашего комплекса. У нас, видите, уже тепло, хорошо, красиво, солнечная погода классная. Так, нужно закрывать вот эту вот сеточку, потому что в Турции везде коты. И первый этаж я боюсь, что коты к нам проникнут. Большой холодильник. Ой, я вообще, кстати, обожаю такие серые холодильники стальные. Очень большое, кстати. Я не люблю холодильники белые, мне они не нравятся. Кухонная зона, обеденная. Вот еще раз вам показываю гостиную. Все на этапе переезда. И, кстати, мебель неплохая. Да, мне тоже нравится этот серый диван, такой современный. Если бы мы в этой квартире жили, ее купили, я бы даже мебель не меняла, кстати. Как будто здесь можно просто освежить стены и жить. И давайте я вам покажу второй этаж. А, кстати, под лестницей мы здесь чемоданы пока кинули. А так здесь можно кладовку сделать, тоже удобно. На втором этаже у нас две спальни. Изолированные. Такой вот здесь шкафчик есть для хранения вещей. Вот здесь, кстати, вообще можно было бы отгородить, какую-то гардеробную сделать, да? Вот здесь какая ниша большая. Домофон на втором этаже. Санузел номер раз. Точнее, нет. Санузел номер два. Потому что у нас один на первом этаже и один на втором. Здесь он меньше. Ну и стиралка. В общем, все нормально. Тоже обычный стандартный ремонт от застройщика. Так. Это спальня как бы детская, наверное, либо гостевая. Тоже мебель неплохая, кстати. Вот. Такая светлая и немаленькая. Знаете, в Турции в новых домах очень маленькие комнаты делают. А здесь как бы дом не новый, поэтому и метраж хороший. Выход на балкон. Очень просторный. Очень огромный. И здесь, соответственно, из спальни родительской и из детской можно попасть на этот балкон. Делать его общим. Какую-то тоже здесь чил-зону организовать. Вид тоже на инфраструктуру, на бассейн. Ну, нормальный вид, кстати. Неплохой. Лучше, чем в Челябинске, наверное, где-то. Так. Давайте вторую посмотрим. Спальню. Вот вторая спальня как выглядит. Нормальная, просторная, большая, хорошая высококровать. Я сразу... Мне главное, чтобы матрас был хороший. Ненавижу, когда мягкий матрас. Очень много места здесь еще свободного. Прям просторная-просторная спальня. Очень большая. Шкаф большой, вместительный. Туалетный столик. Здесь телевизор, по идее, должен, наверное, быть. Находиться, висеть. Ну, посмотрите, тут вообще в футбол можно играть. Прям спальня очень большая. Ну, и, соответственно, выход. Не буду второй раз выходить. Вы там уже были. Вот в такой квартире. Нам предстоит обитать в ближайшие пару недель. Может быть, даже меньше. И потом мы будем переезжать в нашу квартиру. Наконец-таки. В принципе, вот такая квартирка двухэтажная. Напишите ваше мнение, как вам вообще нравится эта квартира или нет. Мне она прям нравится. Я бы, кстати, такую даже купила бы, потому что я люблю дуплексы. Мне нравятся два этажа. Мне нравится, что она очень большая. И здесь нормальный, адекватный ремонт. Без всякого золота, вензелей и не совсем убитая мебель. И, в принципе, ремонт тут особо делать не надо. То есть для не новостройки, для, скажем так, относительно старого дома. То есть это квартира, в которой жили люди. Она выглядит реально нормально. И я обязательно, когда мы вернемся из Табулы, сниму для вас обзор нашей квартиры 1 плюс 1, потому что оттуда уже уедут наши друзья. Мы сможем спокойно перевезти туда свои вещи и заселиться. Мы решили, что нужно ее продать, потому что реально жить с ребенком хотелось бы в большой квартире. Мы хотим, чтобы у нас была отдельная комната для ребенка, где она будет с няней. Либо это будет комната няни, ребенок будет жить с нами. Спать с нами в спальне, неважно. Но мы уже привыкли, у нас такой уклад жизни. Няня живет с нами, мы ее любим. Она почти член нашей семьи. Мы с ней не хотим расставаться. Нас полностью устраивает, что она живет с нами в нашей квартире. Но мы хотим создать комфортные условия для себя, чтобы человек в отдельной комнате мог находиться, а не где-то в гостиной, на диване спать. И для нас так будет, конечно, намного комфортнее, если у нее будет своя комната. В общем, мы вот пришли к мнению, что квартиру нам нужно менять, эту квартиру продавать нашу и покупать что-то большее. Поэтому мы уже вчера даже смотрели один вариант. Не стала вам снимать, потому что он мне лично не понравился. Но если мы будем что-то смотреть, то я вам обязательно буду снимать и показывать, какие варианты мы рассматриваем. Кстати, у нас в комплексе уже набрали бассейн. Вечером это, конечно, выглядит все очень симпатично. Территория нашего комплекса. А так выглядит квартира, в которой мы будем жить ближайшие две недели. С улицы. Первый этаж, второй этаж. Ну, конечно, здесь нужны шторы блокаут. Иначе в носу не поковыряешься как-то. Все слишком как на ладони выходит. Так, я говорила, что я в восторге от двухэтажных квартир. Можете мои слова забыть. На самом деле, охренеешь туда-сюда ходить по этажам. Не, ну, может быть, когда уже все разложено, и ты живешь, и все на своих местах нормально. Но вещи раскладывать, это вообще какой-то отдельный вид садомазохизма, блин, этим заниматься. Фу, короче, люди, смотрите, какие неблагодарные создания. Маленькая квартира, жить неудобно. Большая квартира, по этажам ходить лень. Все, не слава богу. Так, желаю в жизни всем таких проблем, чтобы у вас были такие большие дома и квартиры, чтобы вы уставали по ним ходить и раскладывать вещи. А еще, знаете, я такая мнительная. Тут же первый этаж. То есть, теоретически, кто-то может просто залезть и зайти в нашу квартиру. Но в Турции такого нет. Кстати, в Турции домушники вот эти вот, ну, не лазят по квартирам, вам честно могу сказать. Но я с моим тревожным типом вообще психики мне будет некомфортно все равно от этой мысли. Хотя, на самом деле, комплекс, он охраняемый. И здесь вот охрана. И круглосуточно сидит. И на территорию только по ключу ты можешь пройти. И если ключа нет через забор, ты не перелезешь, потому что колючая проволока и камера на территории. Ну, то есть, ну, блин, тут как бы, ну, никто не полезет. Это явно. Но все равно мне как-то, знаете, некомфортно от вот этой информации, что первый этаж. А у меня продолжается разбор вещей. Сейчас я начинаю потихоньку расставлять все. Ну, так временно, просто чтобы раскидать вещи. Поняла, что у нас какая-то огромная коллекция парфюма собралась с Юрой. И здесь такое все, знаете, черно-золото-мужицкое. Я, кстати, пользуюсь тоже мужскими либо унисекс-ароматами. Я женской парфюмерии вообще не пользуюсь. Вот только вот это, наверное, иногда что-то. Armani My Way мне нравится запах. Ну, редко. Но прызгаю все иногда ими. И Tom Ford Cherry. А так у меня все тоже запахи мужские. С Юрой пользуемся одним и тем же парфюмом. Молодимую поставить. Да, нет, нет. Да, ё-моё. У нас новая проблема. Мия пытается залезть на лестницу. И мы теперь не знаем, что с этим делать. Мия, зато весело. Мия, веселишься, да? О, смотри, не пошла туда. Ну, это разве акции, я думаю. Только смотри, ты сейчас забаррикадируешь лестницу, она потом будет еще кроватку назад запускать. Не, ну, это проба. Это пробная, наверное, что-то страшно. Лариса вновь... Ой, у Юры в ночь перед выездом целый этот квест. Я не делаю, мне другого. Умстан. Как в фильме этого Шварценеггера. Я твой, да? Это темнотический. Юра Шварценеггер, так его и называли. Мы как будто к зомби-апокалипсису готовимся, чтобы оборону держать. Чтобы никто не прорвался. Юра в рабстве у трех женщин находит. Наша люстра перегорела. Не, что они, тебя обманывают, да? Лестницу закрывают от тебя. Лариса предлагает, когда мы вернемся, прыгать через стол на втором этаже. Вот, смотри. Остаться в живых, как с ним. Хорошо, что у нас не вилла трехэтажная. Все, все здесь, здесь. Это из-за тебя же все. Тест. За что я ее не взяла. Она платит, что она не может, а я могу. У, сумасшедший дом какой-то. Спасибо. Это вам. Спасибо, будете говорить? На самом деле, мне здесь удобно. Мы теперь тоже не любим двухэтажные дома. Алло? Ай, ну, я всегда смотрю, вот такие фильмы показывают про богатые, да? Иди вот там беременная, все, упала, выкидывала. Лови, Соль. Видели? Видели. Проблема богатых в лестницах, мы выяснили. Да, у них все случайно, что она лестница. Все падает, все это. У них вообще других проблем нет. Короче, чтобы понять уровень нашей усталости, мы просто стояли 15 минут возле другой вообще стойки, или не там, где наши крутится чемодан. А наш чемодан уже здесь один одинешенький, на другой ленте. До 4 утра переносили вещи из одной квартиры в другую, потом собирали вещи в Стамбул, очень сильно устали. В суматохе Юра потерял свои нарядные парадно-выходные итальянские брюки. Завели уголовное дело, ведем расследование, короче, поэтому пока в шортиках. И, кстати, в Стамбуле очень холодно. Я даже приоделась в кофту. Вообще, в этом году лет какое-то непонятное, прям годы такая московская, жары нет. Хотя, извините, блин, уже лето, считается по факту. А еще свое вручальное кольцо не смогла найти, поэтому я похожу без кольца. В общем, эти все переезды-разъезды, очень хочется спать, так сильно устали мы, блин, металлажки. Сейчас будем отсыпаться. Нас сегодня друзья дарили всяческими подарками. Первый лот — это футболка, которая на Юре сейчас любимец всех женщин. Внимание. Я этой футболке ставлю 10, ой, 3 из 10, потому что непонятно, каких... 10 из 3. Потому что непонятно, каких таких женщин. Лот номер 2. Это... Сейчас я попробую прочитать правильно. Пересувается криптовалютчик. Напишите в комментариях, на каком это языке. Юр, выдыхай уже. Что ты там живут втянул? Короче, да. Вот такая вот футболочка. Тоже нам нравится. Кстати, как вы считаете, Юрий, какой цвет больше идет? Мне кажется, что черный не подходит. Какие-то бешеные подарки достаете? Это Мия костюмчик. Правда, он как будто на меня, реально. Но ребята просто навырезали. Они как бы, ну... Мы тоже нет-нет им... Ну, никак нет-нет. Частенько дарим подарки, короче, другу. Суть в том, что мы никогда не попадаем. С размерами просто другу берем наперед. И откидываю. И потом через полгода они там выкладывают. О, спасибо за костюм. И мы там так же походу теперь будем. Мне кажется, в школу какая-то... Да нет. Юр, что ты делаешь? Не-не, я просто по росту Мии хочу. Ну, то есть, ну... Примерно так. Вы понимаете, да, логика отца. То есть, ты вспоминаешь Мию. Кстати. Мне кажется, она на самом деле не такая маленькая, как мы себе представляем. Так тут, наверное, написано, какой возраст это. Ну, честно сказать, нет. Ну, померяем. Это может быть изначально как штаны, а потом постепенно это будет в бриджи, и потом в шорты превращаться. Вообще обрезать вот так. Потом это будет футболка, потом топик, потом в детство классе это ставит лифчик уже. Так. Кофе из Украины. Между прочим, я пропустила этот подарок. Это уже немножко есть. Может, это они себе положили? Просто случайно в пакете оказалось. А, и еще вот. Кто где живет, кстати говоря. Мии такие любят штуки. Кто где живет. Она когда видит, начинает всех сразу озвучивать. А это кто? Собачка. Собачка как делает? Ау, ау, ау. Но самое, что интересное, она... Этой книжке я даю, в смысле, один день. Потому что она ее разнесет всю. У меня сейчас прикол новый. Все, вырасту. Короче, у меня нет машины, как мы. И вы, наверное, в курсе. Но ребята подарили нам такую штуку. Я надеюсь, что это будет вклад во вселенную. Знаете, вселенная увидит, что у меня уже наклейка есть и пошлет мне машину. Не факт, что в этом году, возможно, лет через пять. Или десять. Но она должна появиться. Потому что либо мне придется это на спине. Как бы, ну, типа, я машина, знаете, такая. Типа, я же в зал хожу. Либо придется Юре, наверное, машину подарить. Одну из двух. Так, потом мы встречались еще с другими ребятами. Мы, короче, ходим по людям. Мы приехали, там было чисто собрать подарки. Я сейчас чувствую, как Якубович, который на поле чудес. Или как его зовут. Значит, первый лот, это какая-то мяснина какая-то. Вообще... Прямиком из Испании. Да, не будем раскрывать все карты, откуда у нас испанские друзья. Но вообще это мне... Я уже прям чувствую, как это вкусно. Это просто какое-то великолепие. Это по факту вкусно. Особенно живя в Турции, здесь мясные деликатесы. Их, во-первых, нет. Во-вторых, они стоят дорого, если это импорт. Следующий лот. Посмотрите, что за красота. Это набор сыров, у которых есть какие-то награды. Понимаете, даже у сыра есть награды. А у нас нет. А у нас и у вас нет, да. Тут три вида. Специальный нож и джем. Ё-моё. Тут джем с этим... Что на дереве в Турции растет? Инжир. В общем, мы это... А это много чего на дереве? В основном инжир. Мы это все будем пробовать. Мне кажется, это очень вкусно. Спасибо, пожалуйста. Пожалуйста, дарите нам еще больше подарков. А ты забыла добавить еще вот что. Моя биполярка, спасибо, пожалуйста. И еще... Бутылка вина. Кто знает. Так что мы теперь одетые. Обутые. Колбасами. С сырами. Еще сейчас нажремся, как скотина. Спасибо, пожалуйста. Там внутри еще, оказывается, и доска такая, знаете, специальная, как типа каменная, металлическая. Каменная, наверное. Металлическая. Она очень тяжелая, кстати. И прям убить можно. Чтобы можно было это все нарезать. А знаешь, что приятно? То, что мы съедим сыр. Ну, это во-первых. И ни с кем не... Останется нож. Да, останется нож. Еще приятно, что мы ни с кем не будем делиться. Потому что Мия с няней остались в Аллахе. В крысу съедимся. Так, ладно. Распаковка, чек. Мы, кстати, сыр очень любим, потому что мы те еще крысы с Юрой. О, это с трюфелем сыр. То есть мы выходим на новый уровень. До этого мы только... Сырный нож. В этом Стамбуле. А это с чем? Без понятия. Только вот труфа увидела. Да, нифига себе. Смотри. Титулованный какой. Попался нам тут. World Cheese Awards. У нас World Hotel and World Cheese. Кстати, да. Совпадение не думаю. Реально, вот у него награда какая-то бешеная. Блин, я, кстати, по-моему, я с трюфелем не пробовала до этого. Все бывает первый раз, Аночка. Знаешь, такую фразу. Да, богатая жизнь начинается сейчас. С трюфелем вкусный. А не большая, а не вкусная. Он еще такой вонючий. Знаешь, воняет, но когда приятно воняет. Такой вот. Носками какими-то. Носками любимого мужчины пахнет. То есть, Юриными носками. Вот так я бы трюфельные сыра характеризовала. Как они себя вообще ими любят. Как они пытаются улететь. Мы, например, уже знали о том, почему они не улетают. Мы чуть-чуть надо скорее, что им просто не хватает. Это как раз бега, потому что они начинают лежать. Вот так вот. Я же, конечно. Я попрошу. Я обращу. И вот так вот. Моя, я не могу.